Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы познакомимся с еще одним молитвенным опытом нашего гостя, сможем прикоснуться к словам Священного Писания, и, конечно же, мы помолимся о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу. И предлагаю в самом начале пригласить Господа в наш круг и помолиться, попросить Его благословений. Отче наш Небесный, Господь наш Бог, прими от нас благодарность. Мы бесконечно Тебе признательны за то, что Ты любящий Бог, за жизнь, которую Ты даешь нам. Мы просим Тебя, чтобы Ты присутствовал в наших сердцах, в нашем разуме, здесь, в студии. Руководи, пожалуйста, и управляй всем. Мы хотим, чтобы этот эфир мог прославить Тебя, потому что только Ты один достоин хвалы и поклонения. Наш любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Друзья, мы ждем от вас сообщений с молитвенными просьбами и словами благодарности нашему Богу. Вы можете это сделать прямо сейчас, написав внизу здесь, под этим видео, в строке «Комментарии». Если вам удобно, вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы будем обязательно молиться о них и передадим в наши молитвенные группы. И еще, если вы находитесь в округе Сакраменто или на близлежащей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей программе, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что и эта передача будет благословением для всех нас. А сейчас пришло время представить гостя сегодняшней передачи Альберта Перчак. Альберт, здравствуйте. Добрый день. Большое вам спасибо, что вы еще раз согласились поучаствовать в нашей программе. В прошлый раз вы говорили о том, что вы родились в Мукачеве, Закарпатье, да? И что вы родились в семье верующих родителей. Вас учила молиться ваша мама. То есть вот в детстве вы были окружены вот этой и заботой родителей, и, я так понял, заботой и Бога в особой мере. Вы рассказывали, как Господь позаботился и помог вам чудесным образом познакомиться с вашей невестой, будущей женой. Знаете, на что я обратил внимание в прошлый раз? Вы сказали, что вы пошли по медицинской стезе. Вот, и мне пришла мысль потом, думаю, ну вот, вы же адвентист, потомственный адвентист. Как вы рискнули связать свою жизнь с медициной, пойти учиться в медицинское учреждение? Ведь там столько проблем, столько трудностей. Ведь суббота постоянно, учеба, это очень непросто. Как вы на это решились? Наверное, во мне и в профессии моего брата, который тоже медик, и он закончил стоматологический факультет, воплотилась мечта моей мамы, потому что когда-то она хотела быть медиком, и бабушка, как вы говорите, все-таки не отпустила ее учиться в медицинское училище. Но уже в 80-х годах, когда уже мы учились, ситуация была попроще. И в Закарпатской области более лояльно ставились к тому, что мы не посещали в субботний день занятия. И старались так присматриваться, прислушиваться к этому. И даже когда приходили там учителя, директора школ проверять, где находятся эти дети, когда мы были в церкви, то они писали хорошие отчеты про то, что эти дети сектанты, посещают церковь. И это не было особенной проблемой. Так что для нас Закарпатская область в этом плане была благодатным краем. Так, я хочу уточнить. Ваши учителя и директора могли прийти в церковь к вам, чтобы проверить, где находятся дети. На самом ли деле они находятся в церкви? Они где-то бегают, да? Да, на самом деле я думаю, что это были внутренние распоряжения отдела просвещения. Возможно, и партия занималась этим вопросом. Что где находятся эти дети сектанты? Они когда убедились, что мы находимся в молитвенном доме, молимся с нашими родителями, то как-то закрывали глаза на это. Слушайте, удивительно, потому что я, будучи пастором, столько вопросов решал. Я столько раз ездил в медицинские училища, чтобы как-то отстаивать права наших членов церкви, студентов, подростков, молодежь, которая обучалась. Это было так сложно, и столько было препятствий и проблем. Поэтому я удивился. А у вас в Закарпатье, оказывается, все это гораздо проще было, да? Ну, мой папа работал пастором как раз в это время в Берегове. И мы жили рядом, снимали, арендовали квартиру совсем рядом с церковью. Так что родители были спокойны, потому что папа часто видел нас там и знал, наверное, преподавателя, и его знали. Так что это помогало. Но не совсем простое это время было. Потому что папа, когда занимался строительством молитвенного дома в этом городе, и когда начали строить этот прекрасный новый шпиль в церкви, тогда родилось постановление в городе Берегов о том, что эту церковь надо разрушить и разобрать, восстановить в таком виде, как оно было. И церковь молилась, молились братья и сестры. И чуть-чуть надо было перестроить все-таки церковь, опустить этот шпиль ниже. Но церковь, она была сохранена, и дальше продолжала активное служение в этом городе. То есть и там были проблемы. Были, были. Там были проблемы, да. У меня вопрос к вам. Вот имея вот детский опыт молитв, молодости, уже достаточно много вы прожили. Или что бы вы сказали, чтобы вы ответили на вопрос, что самое трудное, ну и самое легкое в молитве? Я думаю, что в молитве самое легкое то, что мы знаем, что мы хотим просить от Господа. Мы знаем наши проблемы. Возможно, это со здоровьем, с финансами. Возможно, у нас есть какие-то переживания на работе, что мы хотим поменять работу, или чувствуем, что, может быть, мы потеряем ее. Это всегда мы очень хорошо знаем. И очень часто, наверное, мы используем этот канал молитвы как удовлетворение наших потребностей. Ну, это естественно, наверное. Гораздо труднее прислушаться к голосу Господа, что узнать, что же на самом деле хочет с нами сделать Господь сегодня. Я люблю так молиться Богу, что, Господи, я сегодня с Тобой в одной команде покажу дорогу, по которой я должен идти. И эта молитва работает. Может быть, я не хотел ехать туда сегодня, может быть, я не хотел встречаться с этими людьми, но Господь переделал мои планы. И все было, как только можно, самым лучшим образом. То есть, получается, если вы говорите, что в молитве самое сложное – это принять волю Божью, если она расходится с твоими планами. Но, получается, в молитве, вы говорите, самое сложное – принять. То есть, можно же в молитве сказать «Господи, пусть будет на все воля Твоя». Ну, моречка моя. Да, моречка. То есть, ну, сказать в молитве легко – «пусть будет воля Твоя». А вот намного сложнее осознанно это сказать – «пусть будет воля Твоя», а внутренне, наверное, понимать, что… А ведь воля Божья, может быть, на сегодняшний даже день, может быть, такая, что она будет мне очень даже неудобная. Я тоже переживал такие моменты, когда просил от Господа и не получал. Это надо разработать и воспитывать в себе терпение. И надо ожидать, потому что Бог покажет дорогу. И мы очень часто недовольны тем, что Господь не дает нам сразу то, что мы просим. Иногда мы просим годами, очень долгое время, и не приходят ответы на молитву. Так что это и не есть простой вопрос, но мы всю жизнь учимся этому. Да, и будем учиться. Хорошо. Какой молитвенный опыт Вы приготовили на сегодняшний день? Чем Вы готовы сегодня с нами поделиться? Я бы хотел с Вами поделиться прекрасным молитвенным опытом, когда я имел переживания и волнения, которые связаны с моей программной деятельностью в рамках моей работы в благотворительной организации. Адра, да? Да, я работал как благотворительный фонд, я работал как доброволец в Адре. И потом мы организовали консультационный центр в Ужгороде совсем рядом со словацкой границей. Так как очень многие беженцы, которые желали попасть в Европейский Союз, они нелегально пересекали границу с Украиной в Евросоюз. И там многие искатели убежища, беженцы, мигранты задерживались на границах в закрытых каменах, без воздуха, без еды, без воды. И мы оказывали им первую помощь гуманитарную, психологическую, юридическую. То есть находили этих людей? Мы находили этих людей, к нам обращались пограничники, потому что они знали, что мы в этой сфере работаем и можем оказать такую помощь. Это было в Закарпатской области. У нас был создан консультационный центр, общежитие для женщин и детей, где могли мамочки со своими детьми быть в более пригодных условиях, где могли своих детей накормить, приготовить им пищу и в хороших условиях отдыхать и ночевать. У меня как раз, знаете, вопрос как-то возникал. Вы врач, вы врач-невропатолог, да? И думаю, вот вы работаете в АДРО, благотворительной организации. Вот как это связано с вашей деятельностью медицинской? А теперь я понимаю, что люди, которые попадали в беду, они нуждались и в медицинской помощи. И в первую очередь наверняка были такие случаи у вас, да? Да, абсолютно. Мне неоднократно приходилось одевать белый халат и консультировать людей как невропатолог, потому что были многие неврологические проблемы. И даже среди беженцев у нас был один беженец, который попал в аварию. Он, к сожалению, стал инвалидом. И нам приходилось ему оказывать медицинскую помощь и заказывать реабилитацию в санаториях. То есть это все у меня было как-то сопоставимо и в гармонии. Эта работа одна с другой. Я, конечно же, имел дежурство в это время в больнице, то есть на выходных, в воскресенье. То есть вы работали и в больнице, да? Или ночные дежурства. И так же самое я посещал тяжелобольных на дому. Это больные, которые после инсульта, они не могли приходить на своих ногах в поликлинику. Я посещал таких больных на дому и оказывал для них лечение. Но это тяжелые больные, вот именно после инсульта, если он не двигается. Да, это тяжелые больные. И у меня есть хороший опыт общения с такими больными, потому что некоторые из них узнавали Господа и принимали крещение. Вот от вас, да, вот узнавали? Ну, я был как маленьким звеном в этой работе. Ну, винтик, да. Да, винтик. Хорошо. Да, значит, вы работали, видите, в Адре, в общем-то, в общественной благотворительной организации. Но вы продолжали работать и в больнице. Да. Так же, да? И сегодняшний молитвенный опыт я бы хотел рассказать, что в 1997 году этот проект, в котором мы работали, он так был закрыт. Потому что было принято решение руководством свернуть этот проект. И мы очень переживали, потому что осталось очень много людей, которые нуждаются. И было принято такое решение, эту деятельность перевести больше в Киев, потому что надо было продолжать процесс интеграции. Там открыли интеграционный центр. И люди, которые были в этих пунктах сотнями, тысячами, остались без поддержки, без помощи. И мы были такие вдохновлены, что на протяжении двух-трех лет могли помогать этим людям. И вот сейчас этот проект закрывается. И мы молились, и у нас не было ответа на эти молитвы. И мы не знали, что сделать. Разочарование было? Да, конечно. У нас было разочарование, потому что вот мы не думали, что эта программа закончится. И люди остались, проблема нерешенная. Мы не знали, как дальше быть. И тогда у нас не было офиса. Офис был у нас дома. Был у нас один старый факс. Мы набрали на компьютере письмо и отправили бывшему руководителю, представителю ООН в Украине письмо с просьбой, чтобы он рассмотрел возможность продолжения этого проекта. И мы сильно молились. Конечно, по факсу мы не получили никакого ответа. Тогда еще переписка по электронным письмам, по имелу не была такой популярной в 1996-1997 году. Но прошло две недели, как мне позвонили с представительства управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, что к нам едет начальник программного отдела с визитом. И расписали нам программу на полтора-два дня, в которой мы тоже должны были участвовать. Мы должны были показать им места расположения искателей убежища, беженцев, мигрантов, там, где мамочки с детьми находились в этих пунктах. Мы провели встречи с пограничниками. Мы встретились с представителями миграционной службы, других ведомств, областной администрацией. И после таких визитов, насыщенной программы, эта женщина, она уехала в Киев. И пришло нам письмо о том, что они хотят поддержать нас в том, чтобы эта программа продолжалась. Но уже тогда они сказали, что через другую организацию они поддержали в создании благотворительного фонда НИКа, в котором я работаю сегодня, и с 2000 года, с 1 сентября, мы исполнительные партнеры ООН по программам беженцев в Западной Украине. 23 год уже получается. Да, и эту работу делаем до сегодняшнего дня. Ой, слава Богу. Тогда говорили, что эта проблема будет существовать полгода. Мы видели, что мир не успокаивался, начался кризис после Афганистана в Ираке, потом Сирии, Сомали. И количество беженцев каждым годом было больше и больше. Получается, через Украину шли и именно туда, через Закарпаттию. И особенно в Закарпаттской области, потому что у нас 4 границы. Польская граница на севере Закарпаттия, потом граница со Словакией, с Венгрией, и юг Закарпаттия имеет общую границу с Румынией. То есть очень такие земли у нас привлекают мигрантов, чтобы пересечь границу с Европейским Союзом. И у нас всегда есть, кому оказывать помощь с тех пор и сегодня. Через 2 недели Вы говорили так, что всё, свернулась программа, разочарование, молитвы. И вот Вам сообщение пришло. Что Вы чувствовали тогда? Что пришло сообщение, что едет человек. И Вы в этих полтора-два дня говорите, вот программа расписана, всё, надежда появилась. Что Вы чувствовали вообще? Какие чувства были? Мы чувствовали, что Бог вмешался. Великий Бог вмешался. И на протяжении этих 23 лет мы, поэтому каждый день, рабочий день, начинаем с молитв. Это обязательно часть нашей работы, что мы молимся с нашими коллегами. Некоторые у меня есть молитвенная коллега, с которой я молюсь уже это время. И я молюсь с Папой. Мы молимся с нашими служителями, потому что наша организация, она находится на территории, как Ника, так и Адра. Мы находимся на церковной территории. И у нас создан такой центр влияния, куда приходят и искатели-убежища, и беженцы. Сегодня уже война в Украине. И очень многие больные переселенцы нуждаются в медицинской помощи. И мы можем эту помощь оказывать, давать гуманитарную помощь, психологическую помощь оказывать. Также очень важный компонент нашей работы – это доказание бесплатной юридической помощи. Так что вот тогда было великое разочарование. И Бог так распорядился, что сегодня наша организация работает в четырех областях Украины, в разных проектах. И также мы имеем активную деятельность в десяти странах Европейского Союза. В семи странах наша организация сегодня зарегистрирована. Поэтому в каждой стране есть проблемы, есть нужда. И есть категория людей, которым мы должны помогать. Я очень рад, что мы эту помощь можем делать совместно с нашей церковью. Мы очень часто используем наши дружественные отношения с конференциями, как в Украине, так и в Венгрии, в Словакии. Мы делаем совместную работу в разных центрах влияния для того, чтобы оказывать людям помощь. Ну получается, вы работаете вот с этими беженцами, которые вы говорите, с Афганистана. Они хотят пересечь границу, какие-то трудности. То есть это вот эта категория, вот только эта категория людей. Но сейчас война идет в Украине, понятно, что там и украинцы. Можете рассказать какой-нибудь такой вот интересный случай, чтобы мы лучше узнали, какая категория все-таки, какие категории проходят через вас, что за люди? С удовольствием. По мандату с этой ООНовской структурой, которой мы работаем, мы помогаем беженцам. И мы помогаем внутренне перемещенным лицам, которые во время войны. В Украине, к сожалению, сейчас много миллионов таких лиц. То есть одно из основных направлений нашей деятельности – это оказание помощи переселенцам. Также мы около 7 лет работаем с людьми, которые попадают быть под риском без гражданства. Что это значит? В Закарпатской области приблизительно 80 таких ромских поселков, таких таборов, где находятся ромы. И очень часто эти дети рождаются не в роддоме. Родители не обращаются потом в ЗАГС, в органы юстиции за документами. И получается так, что человек может родиться в каком-то поселке, прожить до пенсии, пенсионного возраста и не иметь ни паспорта, ни свидетельства рождения, никакой помощи от государства. Это, получается, цыганские общины, правильно я понял? Да, это цыганские общины, ромские общины. Их есть очень много в Закарпатской области. И 80% случаев они безграмотные, они не имеют документов очень часто. И мы совместно с государством, с органами юстиции, с ЗАГСом, с миграционной службой и с нашими юристами стараемся помочь и включаться в процесс установления личности через суд. Наш адвокат доказывает, что этот человек существует для того, чтобы получить свидетельство о рождении и потом гражданство в Украине. И один из таких интересных случаев, который я бы хотел поделиться для понимания работы, который мы делаем, что это люди очень бедные. И когда мы начали работать с лицами без гражданства, я уже тогда 15 лет работал с беженцами, я не представлял масштаба этой проблемы. И когда мы познакомились с молодой женщиной, которая выглядела как старушка, 70-летняя Наталья, я помню, я полчаса учил ее, как надо расписаться потом в документе для того, чтобы получить свидетельство о рождении. Я потом познакомился с ее семьей, у нее двое дочек, трое внуков. И никто в этом доме не имел ни одного документа. Они жили рядом с Береговым, мы пришли к ним в гости. И я увидел, как ее внук игрался с какими-то игрушками. И он называл какие-то имена. Я спрашиваю, у тебя зайчик где-то есть? И он мне показал свои игрушки. Эти игрушки были камнями во дворе. Он игрался с камнями, с обломками кирпичей. И называл их зайчиком и медвежонком, потому что у них вообще ничего не было. И очень часто у этих людей нет чего положить в кастрюлю, чтобы сварить какой-то обед. И они очень бедные. Некоторые люди осуждают их бедные, потому что они учатся. Бедные, потому что безграмотные, не хотят работать. Но эти дети не виноваты, что родились в этой семье. И слава богу, мы смогли защитить их интересы. Сегодня они имеют и паспорт Украины, их родители, дети имеют свидетельство о рождении. Получают какую-то помощь от государства. И это имеет большое значение. И у них есть теперь возможность, когда имеются документы, просто даже устроиться на работу. Потому что как человек может устроиться официально на работу, если у него нет документов? Если он для государства вообще никто и зовут его никак. Вы абсолютно правы. Это самый необходимый компонент для того, чтобы человек мог пойти на работу. Конечно же, мы работаем еще и за школами. Стараемся каким-то образом влиять на детей, на семьи, на родителей, чтобы дети наконец-то начали ходить в школу. Чтобы они научились читать, писать. Потому что очень часто дети, которые заканчивают ромскую школу, они знают написать только свою фамилию, имя на доске. И не могут научиться читать, писать. Потому что они знают, что родители не знают. Родители прожили всю жизнь и без этого тоже могут жить. Поэтому смотрят на будущее так, что мне тоже не надо будет, наверное, знать, читать и писать. Мы сейчас имеем хорошие планы с нашими партнерами создать такие интеграционные хабы на базе ромских школ Закарпатской области. Это в Мукачеве, в Тячеве, в Берегове. Для того, чтобы те родители, которые не научились читать, писать, приходили в вечернюю школу, могли усвоить чтение, могли научиться писать украинскому языку. Потому что очень многие среди них знают только венгерский. И таким образом дать им какой-то шанс, чтобы они могли влиться в это общество и пойти на работу. И быть полноценными. И быть полноценными членами этого общества. Слушайте, я представляю, у меня нарисовалась вот эта вот картинка с мальчиком, да? Что вы подходите, хотите узнать, что там за игрушки. Да, он вообще, наверное, никогда и не видел в жизни этих игрушек. И он зайчик. Что вы чувствовали тогда? Что напомнило ваше сердце, ваш разум? Что вы почувствуете? Конечно же, у меня слезы накачились на глазах, и тут чувствовал комок. Но в этот же вечер мы приехали в эту семью. Мы принесли множество игрушек, одежды. Помогли этой семье. Я потом проведывал эту семью. Они уже жили в другом таборе. Я не могу сказать, что они стали успешными. Они дальше бедные люди. Но имея паспорт, мама, бабушка, она устроилась официально на работу. И имеет официальную работу. Имеет какой-то элементарный источник дохода и может существовать. Хотя бы минимальный, да? Минимальный, да. Слушайте, да, действительно. Я уверен, что когда вы встречаетесь с такими людьми, вас сразу на память приходит то время, когда, помните, вас свернули. И вот эти молитвы, чтобы снова какая-то организация, чтобы снова иметь возможность помогать людям. Вот эти две недели все-таки, эти две недели ваших молитв, вот скольким людям потом уже помогли. И вот даже этому мальчонке игрушки, хоть он наконец-то увидел игрушки. Как велик наш Бог. Вот вы часто вспоминаете то время, когда вас тогда свернули в вашу организацию. Часто? Мы вспоминаем и мы имеем такой опыт, что что бы ни случалось с нами в жизни, Бог может превратить это на что-то лучшее. Даже если есть какие-то преграды, проблемы сегодня, через молитву, через связь с Богом мы можем получить чего-то такого, что мы даже не надеялись на это. Мы даже не думали об этом, что это может быть таким благословением. Мы как Центр влияния с помощью АДРы и конференции могли еще 10 лет тому назад открыть первую христианскую адвентистскую школу в Закарпатской области. Там учился мой сын. Я очень рад, что он получил это образование в христианской среде. И многие другие дети могут приходить и учиться сегодня в младшей школе. У нас есть планы, что эта школа будет иметь продолжение. И средняя школа создается. Средняя школа. Поэтому прошу вас молиться, чтобы этот проект мог дальше жить и развиваться. Вот как раз об этом мы все вместе сегодня и помолимся. Слава Богу! Спасибо вам большое за этот опыт и за уверение, что даже самое плохое Бог может превратить в особое благословение. Спасибо за этот опыт. Друзья, как часто действия Бога в вашей жизни вызывают недоумение? Как часто решения Бога кажутся вам нелогичными и непонятными? Думаете, это происходит только с вами? Вспомните Авраама, которому Бог повелел принести во всесожжение сына Исаака. Или праведного Иова, которого Бог отдал на мучение сатане. Но если что-то помягче, то вспомните израильтян, которым Бог сказал обходить Иерихон семь дней, чтобы стены города рухнули, упали. Почему не один, или три, или двенадцать? И зачем вообще нужно было обходить город? Почему Бог закрыл проект, в котором служил наш гость Альберт? Ведь команда Альберта служила нуждающимся, делала добро, выполняя поручения самого Иисуса Христа. Ведь Иисус, проповедуя Царство Божье, прежде всего удовлетворял базовые потребности человека. Он исцелял, кормил, относился к людям, как к жителям вот этого Небесного Царства. А затем Иисус поручил апостолам и нам с вами продолжать его дело. Только и здесь есть кое-что непонятное, можно сказать, даже нелогичное. Вот вспомните слова Иисуса, записанные у Евангелиста Луки в 17 главе. Суть такова. Слуга возвращается с работы в поле, а его господин говорит, чтобы тот еще и кушать приготовил ему. Раб так и сделал. Дальше Иисус говорит. Я прочну. «Станет ли он господин благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание?» Ну и хочется ответить. Да, наверное, это нормально поблагодарить за сделанное. Но Иисус говорит. Не думаю. Так и вы. Когда исполните все повеленное вам, говорите. Мы рабы ничего не стоящие. Потому что сделали, что должны были сделать. Не знаю, как вам, но мне хочется задать вопрос. А как же благодарность за труд и старание? Вы знаете, в этой же главе Лука отвечает в следующей истории о десяти прокаженных. Вы помните, сколько из них пришло поблагодарить за исцеление Иисуса? Да, только один. Иисус отвечает на мой вопрос вопросом. Он спрашивает. Не десять ли человек очистились от проказы? А где же остальные девять? Другими словами, Иисус говорит, не ждите благодарности от людей. Просто делайте добро и молитесь. Но нам же хочется. Мы же нуждаемся в мотивации. А значит, для, так сказать, стимулирования нас в служении нам необходимо, первое, благодарность как принятие нашего служения. И второе, нам хочется видеть плоды своего служения. Что интересно, наш гость рассказывал о помощи, например, романам. Им сделали свидетельство о рождении и паспорта. Но потом выясняется, они так и не начали жить по-новому. А вы заметили, что Альберта это не смутило и не остановило? Почему? Может, есть ответ у того же самого Евангелиста в этой же главе, в следующей записанной беседе, где Иисус сказал, ибо вот, Царство Божье внутрь вас есть. Друзья, а ведь, имея Царство Божье внутри, в сердце, в сердце нашем, и вправду, не так уж важна благодарность за сделанное добро. Не так уж важны видимые плоды, тем более, что мы не знаем, в какое время выйдет росток посеянного семени. И многие вопросы нелогичности и непонимания закроются через молитвы, через доверие и послушание Богу. Ведь если Царство Божье внутри нас, может, даже и самые большие неприятности превратятся в огромные благословения, а вы сами, друзья, что об этом думаете? Друзья, сейчас я хочу попросить нашего гостя Альберта помолиться о всех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на этой неделе на программу. И, Альберт, я прошу вас помолиться и о тех семьях, которые сегодня вовлечены в то служение в ваших организациях, в подобных организациях, как у вас. И помолиться за всех тех, которые сейчас так нуждаются в помощи, чтобы Господь послал таких, как вы, на помощь. И через это Он мог прославиться, и чтобы люди узнали о любящем и заботливом Небесном Папе. Помолитесь, пожалуйста. Дорогой Отец, Саш Небесный, мои благодарны Тебе за прекрасную возможность, когда мы можем вместе с Тобой, Господи, размышлять о Твоих великих и чудесных действиях в нашей жизни. Мы можем вспоминать тот путь, по которому мы проходили, и мы можем вспоминать, когда, Господи, Ты не оставлял, но благословлял нас. Мы просим сейчас, в это особенное время, в последнее время земной истории, благослови нас, укрепи нас, потому что очень часто мы чувствуем слабость, немощь. Господи, мы нуждаемся сегодня в Твоем обильном благословении. Я очень рад видеть здесь, в Сакраменто, этот прекрасный центр влияния. Я очень рад видеть эту студию, это мощное орудие медиаслужения в Твоих руках, Господи. Используй молодые семьи для того, чтобы Твоя весть могла распространяться по всей земле. Господи, благослови эти семьи, которые находятся здесь и принимают активное участие в молодежном, в детском, в медицинском служении. Мы просим, чтобы Ты благословил, Господи, всех, кто сегодня желает служить Тебе, не только здесь, в Соединенных Штатах, но и в Украине, в других странах. Мы просим, чтобы Ты использовал нас, как орудие в Твоих святых и добрых руках, для того, чтобы Твое великое дело могло продвигаться. Мы обращаемся к Тебе сегодня за все те просьбы, которые были озвучены сегодня нашими дорогими зрителями и слушателями. Просим, Господи, Ты знаешь каждого из нас по имени. Ты знаешь все наши проблемы. Ты знаешь все наши чаяния сердца. Мы просим, чтобы Ты ответил на эти молитвы. И даже если мы не получим ответ сразу, укрепи в нас ту веру, что Ты не оставишь нас, будешь нас вести по нашей жизненной тропинке. Пусть Твое имя будет прославлено не только здесь, но однажды в Царстве Твоем, в имя Иисуса Христа просим. Аминь. Аминь. Большое спасибо Вам за участие в нашей программе, за эти опыты, даже за движение, за желание, чтобы каждая церковь, я уверен, все наши слушатели сегодня прочувствовали, как хорошо, когда церковь становится центром влияния. Пусть Господь благословит Вас, Ваши служения и, конечно же, Вашу семью. Спасибо Вам большое. Спасибо Вам тоже за возможность. Наша передача подошла к своему завершению. Я хочу поблагодарить и Вас, и главное, нашего Господа, за время, которое мы провели вместе. Еще раз хочу напомнить, если у Вас есть молитвенный опыт, которым Вы хотели бы поделиться здесь, на нашей программе, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу вечером в 7 часов по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь хранит Вас и обильно благословит.